Шашечки Все мы привыкли к шашечкам, как к неизменному символу такси. Именно они позволяют отличить такси от простого автомобиля почти во всем мире. Да и в принципе это возможно самое узнаваемое обозначение. Не задумывался ли ты хоть раз, почему именно шашечки? Или почему именно на такси? Единого ответа, как часто бывает, нет. Но есть несколько версий, каждая из которых вполне правдоподобна. Впервые эти шашки на свои таксомоторы нанесла американская компания Checker Motors Corporation, которая позже начала выпускать автомобили для своего таксопарка. Слово Checker в переводе с английского означает шашка, а Checkers игра в шашки. Вот компания и решила нанести как узор поле для знаменитой игры. По другой версии, шашечки взяты не из игры, а из автогонок. Ведь именно таким флагом машут на финише, когда определен победитель. То есть получается определенный намек, что именно эти такси самые быстрые. В СССР шашки появились в 1948 году. Ими украсили победы, которые были первыми официальными марками такси. Хотя они, собственно, были плагиатом на американские Ford. В разных странах используют разные варианты окраски такси. Шашечки не являются универсальным для всех вариантом. Наиболее знаменитые, конечно же, нью-йоркские такси. Все как один окрашенные в желтый цвет. Немецкие такси всегда окрашены в кремовый цвет. А их водители проходят серьезную проверку и подготовку, прежде чем получат право работать таксистами. Также известные на весь мир британские кэбы. По традиции всегда черного цвета и все одной модели, которая используется только для такси. А вот у японцев нет никаких ограничений. Каждая компания имеет право выдумать свой собственный стиль для авто. И не только для авто. Это может быть и мотоцикл, и даже рикша. Этот список далеко не полон. Многие страны используют какие-то свои условности для обозначения такси. Главное, суть от этого не меняется. Быстро и удобно добраться до места назначения. А с этой задачей справится и желтый автомобиль. И любого другого цвета и формы. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам было интересно. Не забудьте поставить лайк. И пока-пока!